Слава Тебе, драгоценный Бог! Слава Тебе, Иисус! Благодарим Тебя за то, что Ты знал. Благодарим Тебя за то, что Ты и сломил мир на приха. За то, что Ты избрал нас из этого мира. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты создал нас всем здесь. Просто вся слава Тебе, Господь! За честь, вся хвала, все величие, Бог превознесет Господь. Иисус! Благодарим Тебя, Господь! Мы пред Тобою предстоим, и каждый город для Тебя за все Отец благодарит. Благодарим Тебе, Господь! Благодарим Тебе, Господь! Благодарим Тебе, Господь! Благодарим Тебе, Господь! Благодарим Тебя, Господь! Ты дал ему любовь и свет, сожжет потухшие сердца, и дал надежду. Мы пред Побою предстоим, и каждый город для тебя за все отец благодари. Мы пред Побою предстоим, и каждый город для тебя за все отец благодари. Мы пред Побою предстоим, и каждый город для тебя за все отец благодари. Мы пред Побою предстоим, и каждый город для тебя за все отец благодари. Милость твоя во все роды, слава тебе величия, слава веков и народа. Сила твоя безграничная, милость твоя во все роды. Милость твоя, милость твоя во все роды. Милость твоя, милость твоя во все роды. Милость твоя, милость твоя, слава тебе величия, слава тебе величия, слава тебе величия. Великий, чудотворный Бог Бог неба и земли Нет подобного тебе Все такое сотворено Тебе за всю славу, Иисус Великий, все могущие Несравненные Ты тот, который вдохнул в нас свое дыхание Ты тот, который облегаешь нас на каждом шоке наш Иисус, спасибо тебе На то, что ты милостивый Бог Слава, Иисус Вся хвала, вся честь тебе, Иисус Прими в погоне леташе в сердце, Иисус Все от него им сотворено 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 Ему за все слава Ему за все слава Слава, слава, слава Ему за все слава Ему за все слава Повеки они Ему за все Ему за все слава Слава, слава, слава Ему за все слава Идутся все самок по веки Али Слава тебе, Иисус, ты источник нашей жизни Ты одна, Настя, Богом, не всегда с нами Нас никогда не оставишь и не покинешь Ты наша предельщина, ты ты крепкая варшня Которая убегает в праздник, и там будет не зорваться Спасибо тебе, Иисус, за твою защиту и ограду Затойте все слов и любовь, которые тебе дадешь каждым из нас Слава тебе, Иисус, ты великий, и все водочеков, небо и земли Слава тебе Слава, повелики, иудутся все слава Идутся все слава, слава, слава Иудутся все слава, иудутся все слава Тебе за все слава, слава, слава Слава, слава, слава Слава, 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 слава Слава, 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 слава Слава, 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 слава Спасибо тебе Мы славим тебя, Господь Мы превозносим твое великое имя Пусть дух твой седой сейчас сработает с каждым сердцем Наполняя наши сердца, Отец Мы хотим прославить Тебя, Господь Мы хотим восстать Тебе всю славу, всю честь и всю хвалу Не от любого имени над небом, которое не мешало бы нам спастись В твоем имени есть сила, Бог В твоем имени есть сила И твоим лицом как хвост красают горы Горы проблем, горы греха не расстраивать в твоем святом Иисусе Наполняясь твоей любовью, Иисус Твоей святостью наполни нас Мы хотим поклониться Тебе Иисус Тебе Иисус Тебе Иисус 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 В Твоем святом присутствии, В Твоем святом присутствии, Даю Твою. Любой Бог, горе, 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 обид, Господь, Дай только в Твоем святом присутствии, Господь. Я буду благодарить Тебе за то, что Ты наша защита и наша Бога. Мы отдаем все свои проблемы, все свои болезни, все свои любви, все свои неудачи, Господь. В Твоем святом присутствии, В Твоем святом присутствии, В Твоем святом присутствии, Даю Твой. В Твоем святом присутствии, Даю Твой. В Твоем святом присутствии, В Твоем святом присутствии, Даю Твой. 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 В Твоем святом присутствии, Даю 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 Твоем св Ты не хорошо, но и Твоё, мне хорошо, с тобой Твоём. Ты не хорошо, Иисус, но и Твоё, только в Твоём, только в Твоём. Ты не хорошо, но и Твоё, мне хорошо, с тобой Твоём. Ты не хорошо, Иисус, но и Твоё, и Твоё. Ты не хорошо, но и Твоё, мне хорошо, с тобой Твоём. Ты не хорошо, Иисус, но и Твоё, и Твоё, и Твоё, и Твоё. Ты не хорошо, Иисус, но и Твоё, 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 и Твоё. Знаете, есть у меня одно такое размышление, о котором я думаю, на самом деле, с прошлого служения. Помните, на этом служении мы познакомились с новой девочкой, и меня так сильно коснулось, когда она к нам подошла. И она просто начала плакать. И настолько вот Божье присутствие было, что я начала размышлять о том, как это важно, чтобы на самом деле мы были светом. Знаете, мы молимся, мы говорим, мы свет, мы соль. Но если наши дела этому не соответствуют, это очень плохо. И для меня это на самом деле было большим свидетельством, когда мы тогда служили молодежью. И она даже не успела на наше слово, она не успела на наше полное прославление. Она услышала одну песню, она посмотрела на глаза, и на самом деле Бог через нас коснулся ее. Это было очень сильно, слава Богу, на самом деле. Я верю, что, знаете, если мы на самом деле письмо читаем для этого мира, на самом деле являем Христа, то Бог прославится через нас. Я в это верю. И мне, знаете, какое слово пришло бы насчет этого случая? Это 2 Коринфянам, 2 глава, 14-15 стих. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. То есть всегда, знаете, помните, написано, всегда радуйтесь. Вот я верю, что мы с вами всегда радуемся и торжествуем, потому что вот, ну мы его дети, и все. Мы его дети. Мы святые, потому что он в нас. И дальше апостол Павел пишет, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Я первый раз, когда, помню, прочитала это местописание, я так подумала, что это значит. Но вы представляете, благоухание, познание о себе, то есть себя, кто он есть, он распространяет через нас. Через себя, через меня. Через каждого из нас он распространяет вот это благоухание. Представляете, вот, знаете, запах Божий исходит из нас. Лучше всяких парфюмов, я считаю. Да, конечно. И потом, там написано в 15-м уже стихе, ибо мы Христово благоухание в Богу, в спасаемых и в погибающих. Я когда размышляла, я заострила еще свое внимание на том, что в спасаемых, да, и погибающих. То есть мы благоухание не только для нашей церкви, хотя это тоже, мне кажется, очень важно, знаете, чтобы мы поддерживали друг друга. Кто, знаете, давно уже ходит, все равно мы должны возгревать этот дар Божий, который Бог нам дает. Но и в погибающих, вы знаете, как тогда с этой девочкой было. Я на самом деле верю, что она придет к нам на молодежку, дай Бог, чтобы она, знаете, полностью отдала сердце Богу, потому что это очень важно. И мне кажется, что это такой посыл, который мы должны давать миру. Быть такими, как Бог. Распространять это благоухание, познание о Господе через нас. Аминь. Интересно то, что еще написано в стихах ниже. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто к сему способен. Вы знаете, на самом деле, вот в нас должны видеть жизнь, нас должны видеть Христа. Когда смотрят на нас и говорят, а почему ты радуешься? А ты просто говоришь, знаешь, во мне живет Христос, и я очень рад. Он меня спас, я теперь имею жизнь вечную. Это настолько свидетельство должно быть для людей. Я просто слышала одну историю. Один верующий человек зашел в магазин, и на него посмотрел продавец и говорит, я хочу принять Христа в свое сердце. Я увидел в твоих глазах Христа, и я тоже хочу стать таким, как Он. На самом деле, это наша цель, чтобы в наших глазах видели Христа, чтобы мы на самом деле были благоуханием для этого мира. Чтобы мы были, правда, светом, когда везде тьма. Когда ты идешь просто, и все люди недовольны, чем-то огорчены, но ты идешь, и ты радуешься о том, что в тебе живет Христос, и в тебе эта жизнь, и ты должен эту жизнь нести другим людям. Также написано 17 стихом. Ибо мы не повреждаем Слова Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Очень многие люди, они христиане, они не являются светом этому миру, потому что они читают Слово, но они не подтверждают это в своей жизни. То есть они, наоборот, говорят, что мы верующие, но я пойду, сделаю то, сделаю это, как делает этот мир. А что, нельзя? А мы не должны так. Мы должны быть настолько отличаться от этого мира, мы должны быть настолько чистыми, святыми и непорочными, и все должны говорить, слушай, почему Он не делает так, как делают все? Все делают там, не знаю, какие-то видео снимают или еще что-то, а Он не делает этого. Он сидит, читает что-то, сидит, читает Библию, наполняется Словом Божиим. Так и мы. Мы должны проповедовать искренне Бога. Мы не должны просто говорить о Слове, говорить о Боге, но не быть примером для этого. Мы должны быть и примером, и проповедовать Бога. Это вообще слава Богу. Мы должны, правда, быть письмом, читаемым для этого мира, чтобы люди прочитали нас, их захотели пойти в нашу церковь, начать верить нашему Богу и поклоняться Нему. А вы представляете, вот еще благоухание, я сейчас подумала, благоухание, если там не будет запаха, это никому не нужно. Если там вот не будет вот этого, знаете, аромата, вот этого, знаете, такого благоухания, вот я благоухание понимаю, это как, знаете, такой вот, такой запах, что просто он тебя коснется, ты вот одним чуть-чуть почувствуешь, и все. Ты пал в Божьи руки. И знаете, очень интересно, когда, вот я еду в лифте с 11 этажа на первый, и я чувствую, если человек сильно надушился, вот прям сильно какими-то духами, то я начинаю пахнуть ими же. Да. Ну, знаете, от нас должно быть такое, от нас должно быть сильно пахнуть Христом, сильно, чтобы люди просто постояли от нас, и от них тоже стали, начало пахнуть Христом. Они так затронулись, и все. Я не уже, я хочу стать верующим, да? Да, аминь. Чтобы люди, знаете, когда видят нас, они увидели то, что мы, мы правда как будто не из этого мира, а как будто мы, 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 мы другие. Да. Мы правда, мы другие. Чтобы они через нас захотели тоже стать особенными, потому что это такая привилегия, то, что Бог избрал нас. Он избрал нас из этого мира. Мы должны быть письмом читаемым для этого мира. И действительно, наше поведение, оно должно показывать Христа. Да. Если мы, допустим, в церкви одни, да, так хорошие, да, помолились, да, прославили Бога, мы в жизни должны быть такие. Аминь. Каждое утро, каждый день мы должны прославлять Бога. Каждый, во время дня, во время того, как ты идешь на работу, в школу, постоянно ты должен славить Бога. Для того, что Он искупил, оправдал нас. Нет. И мы должны быть, правда, солью должны быть. Помимо, знаете, утреннего, мы должны обязательно молиться и утром, и вечером. Вот я считаю то, что мы должны очень сильно наполняться Богом. Но в течение дня мы не должны забыть о том, что мы делали утром. Да. Если мы прославляли Бога и читали, и там написано было просто, Давид, к примеру, прославлял Бога постоянно, так и мы должны прославлять Бога постоянно. Мы должны находиться в этом молитвенном состоянии. У нас не должно быть такое, что утром мы одни, днем другие, а вечером опять такие же, как утром. У нас не должно быть такого. И в третьей главе, третьим стихом написано, вы показываете собой, что вы Христовы. Да. Мы должны показывать собой то, что мы Христовы. Слава Иисусу. Самое главное то, что Бог очень ожидает нас, Он ждет, пока мы начнем общаться с Ним, Он как терпеливый отец, Он ждет, когда мы придем, склонимся перед Ним и начнем славить Его, это так Ему нравится, мы должны просто знать, что Бог нас любит каждого, ну как можно больше времени уделять для поклонения Богу. Знаете, есть такое, когда ты делаешь один шаг к Богу, Он делает к тебе навстречу 10. Знаете, у меня один раз я размышляла, когда покаяние, готовила к слову покаяние, мне пришло такое, что Бог спас тебя и меня не потому, что мы особенные, но когда мы его приняли, мы стали особенными, когда мы приняли Иисуса в свое сердце, мы стали особенными, мы стали теми людьми, которых Он возлюбил любовью вечную, Да, и простерка нам свое благоволение. Знаете, на самом деле, вот мы молимся, чтобы мы были светом и солью, а что это значит? Знаете, солью, когда человек готов к еду, он приправляет как бы солью, чтобы появился какой-то вкус солью, а если соль, она никакой изюминки такой, не дает никакой особенности, то она ей не нужна, ее ей не будут использовать, ее просто даже покупать не будут, она будет непригодна ни для чего. И знаете, мы должны быть солью этому миру, и мы всегда в любой компании должны являть Христом, должны видеть через нас, что мы на самом деле совершенно другие, что просто в нас этот огонь видели, чтобы вот, как Юля говорит, чтобы при одном взгляде, когда вот встречаются люди взглядами, просто они поняли, что да, я хочу стать таким же, как и он, и как она. Да. И знаете, а что значит быть светом? Я читала опять же, что когда зажигают свечу в темноте, она должна нести свет, если они ее под сосуд не ставят и не закрывают, она должна просто еще больше разгораться, чтобы быть полезной для чего-то. Так и мы, мы должны понимать свое призвание, для чего Господь нас избрал, для чего Он отделил нас от этого мира. Чтобы мы просто служили во славу Ему, и чтобы просто через нас спасались люди на самом деле. Поэтому мы не должны, тот огонь, который у нас есть, мы не должны его прятать, и он не должен никогда потухать, мы наоборот должны еще больше разгораться, у нас должна быть еще больше ревности, мы просто должны на самом деле хотеть служить друг другу, у нас должна быть жажда по тому, чтобы общаться с Богом, чтобы получать от Него Слово. Вот на самом деле, когда я только пришла к молодежку, у меня была такая ревность, что вот на самом деле откровение, вот я слышала, да, Ваш, и так приятно было, и мне на самом деле очень хотелось, чтобы Господь и к моему сердцу проговаривал. Да, и поэтому я верю, что вот, когда люди, когда новые люди будут приходить, они будут видеть это в нас, что они на самом деле часть нашей семьи. Да, знаете, на самом деле очень важно, чтобы мы никогда не угасали свой огонь, потому что мы молимся у Бога, просим жажду, огонь, и когда мы видим то, что что-то не приходит, да, а мы ничего не делаем ради этого, мы не читаем Библию, мы ничего не молимся, И Бог дал нам огонь, а мы его постепенно затухаем, затухаем, то есть мы угошаем свой огонь, а мы не должны не угошать ни свой огонь, ни огонь Духа Святого, который в нас горит. Мы должны, наоборот, его с каждым днем возгревать, чтобы наш огонь, он еще больше и больше горел. И, знаете, наш огонь и наше пламя, оно должно быть вечным, у нас не должно быть временного огня. То, что временный огонь, он основан на чувствах, он основан на чувствах, это как эйфория. Вот Бог меня сегодня коснулся, завтра я помолюсь, если не коснется, значит не буду больше молиться, это неправильно. Когда мы посвящены Богу, мы делаем это постоянно, у нас есть верность, постоянство, и на самом деле мы делаем все ради того, чтобы чувствовать присутствие Бога в нашей жизни. Да, знаете, на самом деле, когда мы что-то просим от Бога, мы должны быть долготерпевыми. Мы должны быть готовы получить ответ, потому что есть люди, например, которые просят что-то у Бога там, да, но и Господь отвечает, отвечать он может по-разному. Да. Он может отвечать как-то через людей, и поэтому мы должны быть открыты для всех, чтобы вот на самом деле любить друг друга, как мы любим Бога, как Он нас любит. Да, искренне. Просто, и знаете, у нас должны быть благодарные сердца, всегда просто, потому что Господь, Он просто дал нам новую жизнь, Он вложил в нас новое сердце, поэтому мы должны просто радоваться и ликовать. Да. И молитвы всегда просто благодарить Господа первым делом, потому что, что бы мы делали без Него? Без Него мы просто выживаем, а вместе с Ним мы начинаем наслаждаться этой жизнью. Аминь. Мы просто должны показывать людям, как хорошо рядом с Господом. Аминь. Аминь. И знаете, я хочу закончить наше общение на этом стихе, это вторая глава, пятый стих. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Я верю, что Божья сила, она действует нас могущественно. И мне бы хотелось, чтобы мы сейчас все вместе склонили голову и помолились за то, чтобы на самом деле тот свет, то слово, которое мы проповедуем, то слово, которое мы несем в мир, оно на самом деле касалось людей. Спасибо тебе, дорогой Иисус. Мы благодарим тебя за то, что ты спас и избрал каждого из нас. Мы благодарим за каждого, Отец, кто на самом деле является твоим Божьим творением, твоим ребенком, Отец. Мы молим и просим, чтобы ты благословил каждого человека во имя Иисуса Христа, тех, кто сейчас нуждается в твоей помощи, нуждается в твоей защите, Отец. Пошли свое слово, слово Рэма, в жизнь каждого во имя Иисуса Христа. Мы молим и просим, чтобы каждый человек, кто нуждается в любви, он сейчас почувствовал твою безусловную любовь. Твое слово говорит, что даже если мать откажется, ты не откажешься. Ты верный Бог. И мы верим, что надежда на тебя, она не постыжает. Мы хотим, чтобы через нас, через наше служение прославилось Твое великое имя. И мы Тебе воздаем всю славу, честь и хвалу. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.